Ну а накануне в Кирове открылась необычная фотовыставка «Взгляд» так лаконично назвал экспозицию своих фоторабот митрополит Вятский и Слободской Марк. Сочетание духовного служения и творческой деятельности Владыки оценили многочисленные гости. Подробности в репортаже Ивана Швецова. Фотовыставка Владыки Марка состоит из 40 работ, преимущественно черно-белых. Монохромная эстетика словно бы привносит в интерьер библиотеки музейный дух, глубже раскрывает суть вещей. Жанровые композиции и камерные зарисовки, панорамные виды городского пейзажа, психологические портреты и фотографии православных святынь одновременно выразительны и достоверны. Увлекся фотографией митрополит еще в детстве, когда родители подарили ему первый в жизни фотоаппарат «Смена-7». Сейчас, конечно, это не просто увлечение, а это способ познания, познания мира. И фотография позволяет на мир посмотреть немножко другими глазами. Это средство, оно развивает человека, более углубленно смотреть на мир. География представленных снимков широка и разнообразна. Это и Московская область, и Кировская область, и Дальний Восток, и Европа. Для монаха непросто принять решение о том, чтобы так представить себя миру. Есть опасность чрезмерной похвалы, внутренней гордости и самомнения. Однако эта выставка в первую очередь – часть общественного служения владыки. Еще один способ открыть себя в своей пастве. Я просто хочу сказать, что вот эти фотографии, они здесь, и это наши вязки уже здесь, и здесь есть Дальний Восток. Но то, что этот человек искренне любит нашу русскую землю. Мне очень показались выразительными портреты, особенно людей, идущих крестным ходом. Увидеть в лице лик, для этого мало быть художником, для этого надо действительно быть человеком духовным. Черно-белая фотография заслуженно считается классикой фотографического искусства. Давно замечено, что в монохромных работах акцентируется фактурность и контрастность изображения. Выделяется четкость формы и линии, что придает фотографии сдержанную, благородную экспрессивность. Мне показалось, что впервые, может быть, мы можем посмотреть на человека, который носит высокий сан священный, и вдруг открывается вот такая человеческая глубокая душевность, которую он выразил в своих работах. Чувствуется, что пейзажи на этих фотографиях не столько предмет созерцания, сколько повод для внутреннего размышления. Особое значение для автора имеет свет. В нем словно бы сокрыта душа фотоснимков владыки. Исходит свет и от портретов, которые представлены на выставке. И это свет особы, сияние доброты от соприкосновения человека с Богом. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Киров.